Вопрос безопасности, реформа образования и природный негдар. В Беларуси началась заготовка березового сока. Сколько планируют собрать? Это большие итоги. Самые яркие информационные акценты недели о тех, кто видел все своими глазами. Я Максим Кембек. Мы начинаем. Сезон отпусков, полный тариф и золотая рыбка. Апрель принес в жизнь беларусов целый список изменений. Что стоит знать? С высоты погон. Город посетил министр внутренних дел Беларуси. Здравствуйте. Это не кажется, что я не не суперезжаю. Куда-то чаще. Какова цель визита? Новый этап. Поправки в кодекс об образовании обсудили парламентарии на выездном заседании. Это достаточно глобальная задача, которая будет осуществлена в ближайшие, ну скажем, год, полгода. На что сделан акцент? От международных фестивалей до Дня города. В Бавруйске прошла пресс-конференция по вопросам развития сферы культуры. Ждать ли венок дружбы? Данный форум мог стать площадкой для народного творчества в рамках СНГ. Природный эликсир. По Бавруйске лесхоз приступил к массовой заготовке березового сока. Цена за 1 литр всего 22 копейки. Последствия затора. Крушение поезда и антидот от COVID-19. В России появилась первая вакцина от коронавируса для животных, когда начнется массовое производство препарата. Диалог о мире и стабильности города с официальным визитом посетил министр внутренних дел Беларуси. Иван Кубраков встретился с коллективом Бавруйск-Агромаша, познакомился с производством и показателями сельхозгиганта. Все подробности в следующем материале. Можно было приступ поменьше. В фокусе видеокамер вновь Бавруйск-Агромаш. Предприятие посещает министр внутренних дел Беларуси. Перед тем, как отправиться в самую гучу событий на производство, немного о показателях. Как известно, статистика вещь упрямая. Да и у Ивана Кубракова интерес, что не есть самый живой. Бавруйск-Агромаш производит больше тысячи литрниц прицепной сельскохозяйственной техники. Это машина для внесения жидких органических удобрений. Ну, бочки просто. Твердых органических удобрений. Пресс-подборщики, косилки, грабли. Вы самостоятельно работаете? Мы самостоятельно. У нас собственная КБ, у нас собственные конструктора. Это наша собственная компетенция. Она создана за 45 лет. То есть у вас уже конечное производство? У нас конечное производство. Мы здесь ее создаем с нуля. И здесь же ее реализуем в 50 стран мира. Цифры цифрами, но лучше все увидеть своими глазами. Иван Кубраков лично знакомится с производством всемирно известной техники. В цехах министру показывают все этапы. От изготовления комплектующих до выпуска готовых машин. Как позже отметит главный милиционер страны, в каждом подразделении и у каждого станка четко видно. Люди любят свою работу и дорожат ею. И символично первое, что скажет Иван Кубраков уже на встрече с коллективом. Спасибо за ваш труд. Не обходя стороной и проблему преступлений. На сегодняшний день вы все прекрасно понимаете, что большинство преступлений уходит в сеть. Именно киберпреступность. Поэтому многие преступления, которые совершаются, причина в первую очередь это беспечность наших граждан, которые дают информацию о своих счетах, о своих карточках, даже начиная от пин-кодов и заканчивая там, где куда подъехать, каким банком обслуживаются и так далее. То есть всю информацию получает мошенник, и в итоге потом совершается преступление. Рассказывает Иван Кубраков и об изменениях в законодательстве в части административного кодекса. В самое ближайшее время уголовные тоже ждут новые поправки. В первую очередь труд правоохранителей будет направлен на профилактическую работу. Не коснется это грубых правонарушений. Такие как управление транспортным средством стояния алкогольного опьянения. Конечно, здесь санкции статьи увеличены. Уже на сегодняшний день, если гражданин управляет транспортным средством стояния алкогольного опьянения, больше 0,8%. Естественно, увеличено как лишение по времени права управления. То есть раньше было 3 года, а сейчас 5. Ну и штрафные санкции к таким лицам также увеличены. Ну и если гражданин отказывается от свидетельствования, также лишение предусмотрено до 5 лет права управления транспортным средством. Сегодня белорусская милиция – это крепкий щит. Благодаря людям в погонах на улицах спокойно и мирно. Патрульно-постовые службы, уголовный розыск, отделы охраны правопорядка и другие подразделения работают с единой целью – обеспечить общественную безопасность и неприкосновенность каждого гражданина. Максим Кемель, Андрей Богдан. Итоги недели. Обновленные секонд-хенды, почтовая связь и онлайн-талон. В общественном транспорте теперь можно купить электронный проездной. Как? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Март продлевают регулирование цен на социально значимые товары. В списке свежемороженая рыба, мясо, молоко и молочные продукты, сахар, гречка и другие товары. Как отмечают в ведомстве, действия направлены на обеспечение доступности продуктов для населения. Изменения действуют до 29 июня. Белпочта повысила тарифы. Увеличилась стоимость на пересылку мелких пакетов назначения в Австралию, Канаду, Мексику и США, а также на пересылку посылок и отправление международной ускоренной почты ЕМС. К слову, теперь можно получать почтовые отправления с помощью СМС-кода без предоставления паспорта и заполнения извещений. Ограничения на лов рыбы действуют в большинстве регионов Беларуси. Во время нерестового запрета рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком с берега и в светлое время суток. Нарушителям грозит штраф до 870 рублей. Ограничения постепенно начнут снимать с середины мая. В апреле будет пересматриваться список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Если у того, кто попадет в их число, собственностей жилье, то уже с 1 мая придется платить по полным тарифам не только за горячую воду, но и за газ и тепло. Самолеты из Беларуси в Россию и обратно будут летать чаще. Страны с приближением периода отпусков начинают постепенно ослаблять ковидные ограничения. С апреля добавлено еще по одному рейсу между Минском и Калининградом. Плюс до 30 октября самолеты будут летать по летнему графику. В апреле в Беларуси планируют запустить программу по массовой вакцинации населения от коронавируса. Каждый желающий сможет сделать прививку в поликлинике по месту прописки. Для населения будут доступны вакцины российского и китайского производства. Ранее прививки делали только медикам и педагогам. В общественном транспорте для оплаты проезда теперь используются и электронные билеты. На первом этапе новые виды квитков доступны на определенное количество поездок при оплате через программу ТИКС. Оплачивая через систему «Оплати», пассажиры смогут кроме разовых талончиков получить проездной на месяц. Секонд-хенды начнут торговать по-новому. Теперь не допускается продажа в одном объекте бывших в употреблении вещей и новых меховых изделий – обуви, швейной и трикотажной одежды. Вещи должны быть надлежащего качества, но без ярлыков. Ценники в магазинах будут оформлять по-новому. Исчезнут кричащие ярлыки на акционные товары. Их приведут к единому виду. Информация об акциях не будет прописываться крупным шрифтом. Взгляд в будущее. В Бобруйске прошло выездное заседание постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке. Главным стало обсуждение новой редакции профильного кодекса. У многих белорусов жизнь депутатов напрямую ассоциируется с кабинетной работой. Формулировка отчасти верная. Большинство времени парламентарий проводят на местах в коллективах. Накануне старта очередной сессии народные избранники доехали до Бобруйска. На повестке дня образования. В частности, новая редакция кодекса. Место диалога выбрано не случайно. Город обладает хорошей инфраструктурой. Мы в декабре построили новый садик и уже заложили фундамент в 2020 году под строительство новой школы на 1020 мест с бассейном. И нового еще детского садика на 240 мест тоже с бассейном. Это благодаря посещению в апреле месяце нашего президента предприятия «Славянка». От слов к делу. В первом маршруте детский сад номер 84. Объект открыли в конце 2020-го. Аналогов ему нет во всем городе. Строителям понадобилось всего лишь 10 месяцев, чтобы возвести сооружение. Тебе садик нравится? Да. А что больше всего нравится? Я. Спать? Да. А что тебе в садике нравится? Дети новые. А воспитательница хорошая? Да. А кормят вкусно? Да. Домой хочется? Нет. Мне нравится площадка наша. И мне нравится, мне как гуляют. Чтобы понять всю уникальность объекта, необходимо лично все увидеть. Для этого гости и приехали. Экскурсию проводит заведующая. И это тот случай, когда можно хвастаться. Общая площадь более 2000 квадратных метров. Бассейн, комната безопасности, медицинские кабинеты, музыкальные, гимнастические и спортивные залы. В общем, есть все для развития детей. Воспитанников здесь на сегодняшний момент 240-211. Это детки из многодетных семей. У нас в нашем детском саду 139 многодетных семей. Это шикарный детский сад с элементами инклюзивного образования, что нас очень радует. Потому что в 2016 году мы подписали концепцию об инвалидов и взяли на себя эти обязательства. Белорусский профессиональный союз работников образования и науки тоже очень плотно работает с Министерством образования для того, чтобы улучшить социально-экономическую жизнь наших педагогов, воспитателей и наших преподавателей вузов. Следующей остановкой стала 34-я школа. Тоже гордость города, но уже не дошкольного, а среднего образования. Комфортабельные кабинеты, современное оборудование, профессиональный педагогический состав. Благодаря этим и многим другим аспектам учреждение считается одним из лучших, причем не только в Бобруйске. Например, некоторые из парламентариев лично решили проверить инвентарь, а заодно и свои силы. Классная штука. Расширить и целевую подготовку. Закрепить понятие дистанционное обучение. Самая главная задача нормального государства – дать возможность любому, если у него есть желание, интеллект, реализовать себе по максимуму. Самое благородное неравенство – это неравенство по интеллектуальному уровню, потому что оно достигается в результате вашего самосовершенствования. Ну, в принципе, и физическое. То есть один мечтает кем-то стать и не становится, потому что не делает никаких пошаговых движений, а другой реализует эту мечту. Но чтобы реализовать мечту, необходимо, чтобы была вот такая база, что необходимо, чтобы были возможности для этой самореализации, чтобы были те, кто тебя ведут по этой дороге. Это педагоги. Приятным дополнением к заседанию стало награждение педагогов и концерт творческих коллективов города. Максим Кемель, Андрей Богдан. Итоги недели. Культурный вопрос. В горы с полкоми прошла пресс-конференция. Пустующие места в кинотеатрах стали поводом сменить направление работы. В каком формате проходили ключевые мероприятия прошлого года и что планируется на 2021? Ответы у Ольги Васенда. Эпидемия заставила людей оставаться дома. Естественно, процент посетителей театра, кино и библиотек сократился. Но это лишь стало поводом для поиска новых решений. Концерты, семинары, мастер-классы творческих белорусов стали доступны онлайн. Мы смогли поискать новые формы работы и новые подходы к реализации культурных проектов. Конечно, мы до этого сильно не использовали паутину в сети интернет, либо онлайн-режимом. Но условия пандемии, конечно, нас к этому подтолкнули. В 2020-м школы искусств города получили 29 пианино отечественного производства. На фасаде кинотеатра «Товарищ» появился светодиодный экран. Новинками пополнились художественная галерея, краеведческий музей и выставочный зал. Книжные полки библиотек дополнили новыми экземплярами на 15 тысяч рублей. Часть проектов 2020 года не смогли полноценно реализоваться. И мы их проводили в общем-то в сжатом таком формате. Но в любом случае знаковые мероприятия проходили в городе Бобруйске. Традиционные празднования дня города и 76-летия со дня Великой Победы планируются по расписанию. А вот международные проекты 2021-го пока под вопросом. Пленер по керамике «Арт Жижель» – фестиваль народного творчества «Венок дружбы» на стадии предложений и внесения корректировок. Данный форум мог стать площадкой для народного творчества в рамках СНГ. И мы сейчас эту концепцию рассматриваем, чтобы в 2022 году при возможности это воплотить. Поэтому сейчас говорить о том, что мы 100% уже готовы к реализации «Венка дружбы» мне сложно. Отдел культуры также сохранил составы творческих коллективов. Обошлось, что немаловажно, без сокращений. Обсуждалась и киноиндустрия. Есть ли возможность снимать фильмы на территории города? Посыл, прибыльные проекты будут в деле. Ведь есть все условия для их реализации. К слову, Бобруйск, его крепость, Старый Центр и Ледовый Дворец не раз остановились съемочными площадками. Здесь сняты такие картины, как «Легенда номер 17», «Следы апостолов», «Правила геймера» и «Уроки персидского». Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. По заслугам и награды. В Могилеве прошло торжественное подведение итогов социально-экономического развития области за 2020-е. В основных отраслях экономики предднепровскому краю удалось достигнуть положительной динамики. Темп роста валового регионального продукта составил 100,9%. При этом обеспечено первое место среди областей республики. Промышленный комплекс продемонстрировал темп роста 103,4%, что позволило решить важнейшую задачу – сохранить бесперебойную работу предприятия и не допустить сокращения. Во всех отраслях народно-хозяйственного комплекса Могилевской области прослеживается динамика развития и сельского хозяйства, промышленности, строительства, торговли. И должен отметить, что по некоторым направлениям Могилевская область – за лидирующие позиции. Это отмечено наградами Министерства здравоохранения, потребокоперации, жилищно-коммунального хозяйства, Министерства архитектуры и строительства. Каждый гражданин Могилевской области внес свой знаковый след в развитие экономики предднепровского края. Председатель обл. исполкома вручил заслуженные награды. Обладателем почетного звания «Человек года Могилевщины». Среди них директор Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов Владимир Кисель и швея-славянки Ольга Климова. Чествовали и лучшие по итогам прошлого года предприятия организации региона. В их числе бобруйские передовики. Заводы биотехнологий и растительных масел. Промторг. БЦБ. Витаминный коктейль. Бобруйский лесхоз начал массовую заготовку березового сока. Ежесуточно с одного дерева можно получить один литр. Это норма. За процессом сбора наблюдала и наша съемочная группа. На этой аллее в деревне Букино только за пять дней добыли свыше двух тонн природного эликсира. Собранный по капельке сок даже не успевают отправить на переработку. Раскупают люди. Запасаться березовым напитком, кстати, можно совершенно бесплатно, если не нарушат закон. Сперва необходимо обратиться в лесничество. Деревья должны быть диаметром от 20 сантиметров. От этого зависит количество подсечек на нем. Подсечки делаются буровым в глубину от 1 до 3 сантиметров без учета коры. Диаметром больше 26 сантиметров можно деревья подсачивать. Две подсечки можно вставить и более. На расстоянии 10-15 сантиметров одна от одной. Березовый сок – средство от многих болезней. В состав сладкого напитка входят ферменты, витамины В6 и В12, а также микро- и макроэлементы. Плюс ко всему свежий природный фреш – тонизирующее и общеукрепляющее средство. Избавляет от усталости и сонливости. Полезен для всей семьи. Стоимость при этом символическая. Цена за 1 литр всего 22 копейки, а штраф за самовольство до 17,5 тысяч рублей. Стоит ли пренебрегать правилами – решать вам. Мы лишь напоминаем, что везде установлены фотоловушки. Остаться незамеченными практически нереально. Охлажденного напитка в нынешнем сезоне планируют собрать больше, чем в прошлом. Этому поспособствовала стабильная погода. Лесхозы Могилевской области делают ставку на 2,5 тысячи тонн. Места заготовки определяют так, чтобы они находились ближе к черте населенного пункта. И жителям было проще добраться до сочных делянок. В этом году планируется собрать около 300 тонн березового сока. Практически в три раза больше, чем в том году. Продаем его населению и реализуем юридическим лицам, которые в последующем делают из него вкусный сок, который мы можем купить на прилавках наших магазинов. Сбор березового напитка продлится еще как минимум две недели. Все будет зависеть от температуры за окном. Резкое потепление может сократить движение даров природы. Ну а любителям насладиться витаминным коктейлем в любую пору года пришло время доставать банки, крышки и закаточную машинку. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Инвестиции в будущее, катастрофа в Тайване и офлайн-евровидение. Организаторы планируют провести песенный конкурс со зрителями, кто сможет попасть. Далее обзор громких мировых заголовков. На Тайване с рельсов сошел поезд. Причиной аварии стало столкновение с автомобилем технических служб, который был плохо припаркован и мог соскользнуть со склона на железнодорожные пути. По предварительной информации, свыше 40 пассажиров погибли, а несколько десятков получили ранения разной степени тяжести. В состав пассажирского поезда входили 8 вагонов. В России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Массовое производство антиковидного препарата может быть запущено уже в апреле. В клинических испытаниях были задействованы собаки, кошки, песцы, норки и лисы. Сообщается, что в 100% случаев были выработаны антитела коронавирусу. Около 1 миллиарда долларов штрафа заплатят Суэцкому каналу владельцы корабля, который привел к заторам. Сумму войдут расходы на снятие застрявшего судна с мели, а также финансовые убытки, вызванные пробкой водной артерии. Проблемный контейнеровоз по-прежнему остается на стоянке. Специалисты сейчас выясняют обстоятельства происшествия, анализируя черный ящик, а также изучают различные видеозаписи и документы. Уйдет на это не меньше недели. «Вольцваген» переименует в «Вольцваген». Американское подразделение концерна получит новое название в честь единицы измерения электрического напряжения. Так, в компании хотят заявить о будущих инвестициях в электронную мобильность. Электромобили будут выпускаться с логотипами с надписью «Вольцваген» светло-синего цвета, тогда как на машинах с бензиновыми двигателями останется стандартный логотип. Организаторы Евровидения рассматривают возможность пригласить зрителей на песенный конкурс, который с 12 по 16 мая пройдет в Ортердаме. Правительство Нидерландов разрешило разместить в концертном зале 3,5 тысячи человек. Гости мероприятия должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Максим Кембер. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин